На сцене Рязанского театра драмы с аншлагом прошел спектакль Никиты Михалкова «12». Трехчасовое театральное действие по мотивам известного одноименного кинофильма было принято публикой с восторгом. Роль председателя суда присяжных играл режиссер, народный артист России Никита Михалков. Вы только вдумайтесь, ну парень берет нож, идет кто-то на ВДНХ, какой-то человек говорит, есть у тебя нож, он говорит, есть, у тебя ножку правильно, он говорит, когда я эту ножку блю, покупает у него нож через полтора часа, в квартире этого парня убивает его приемного отца. Это бред, это просто бред. Присяжные совершают над собой усилия, чтобы победить свою духовную лень и установить истину. Эта истина выходит за рамки чисто юридического рассмотрения дела и становится всеобъемлющей и жизнеутверждающей. Любые аплодисменты, их можно спровоцировать, инициировать. Даже покупались клайкеры специальные, которые на спектаклях начинали аплодировать. А вот тишину инициировать нельзя. Та тишина, которая была в зале, я сижу с первой акт спиной, она оглушающая абсолютно, потому что такое ощущение, что никого нет в зале. Это очень страшное ощущение, хотя ты понимаешь, что там сидит 500-600 человек. Никита Сергеевич встретился с губернатором Павлом Молковым и отметил, что в регионе очень благодарный и внимательный зритель. Люди соскучились по серьезному разговору, сказал мастер, отметив, что будет рад привезти в Рязань цикл метаморфозы по мотивам произведений Чехова и Бунина. За чашкой чая Никита Михалков пообщался с деятелями культуры, руководителями областных театров и ведущими артистами. Речь шла о современной драматургии и создании кино для детей, семейных династиях в искусстве. Народный артист России рассказал о работе Московского центра театра и кино, которым он руководит. Центр будет предоставлять свою площадку региональным театрам. Она будет оснащена по последнему слову техники, где можно реализовать самые смелые фантазии. В принципе, это было бы чрезвычайно полезно и с политической, и с художественной, и с нравственной, и вообще с человеческой точки зрения. При том, что мы ничего не будем отбирать. Вот это надо, это везите сами, что хотите. Спектакль «12» тоже изобиловал эффектами, включая голографию и видеопроекцию. Сценография Юрия Купера придает постановке особый динамизм и эффектность, несмотря на то, что действие происходит в одном месте – в спортивном зале школы. В финале после вынесения обвиняемому чеченскому мальчику, не убивавшего своего приемного отца, оправдательного приговора, на сцене появляется детский ансамбль «Амцамбз», исполняющий танец «Торжества справедливости». В знак любви к публике актеры бросили в зал свои бейсболки. с логотипом «12». Дмитрий Соколов, РВТВ.